Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Разворот» в студии Михаил Губин, Оксана Антоненко и звукорежиссер Евгений Копейн. А мы сразу напомним телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале MixNewsLV. У нас сегодня в гостях глава ассоциации Афролата Лензу Деуган. Здравствуйте! Здравствуйте! До сих пор, как мы не виделись несколько лет назад в нашей студии, он стал гражданином Латвии. Кому разу стал первым бенинцем, урженцем Африканского старства Бенин, который получил латвийский паспорт. С чем вас и поздравляю! Большое спасибо! Как себя чувствуете в статусе гражданина Латвии? Я не вижу отличий. У меня друзья здесь. Я здесь живу уже больше, чем 20 лет. И поэтому я выбирал эту страну, как мою родину. И я себя чувствую нормально. Но процесс натурализации прошел безболезненно или как? Вы знаете, я чувствую нужды. Потому что я уже 20 лет живу здесь. И по работе. Но моя работа чуть-чуть специфическая. И люди мне говорят, он не гражданин. Надо его убрать и так далее. И я считаю, что как... То есть конкуренция? Да, да, да. В жизни надо всегда понимать, что как... Все, что нужно делать, надо делать вовремя. Чтобы не опоздать. Поэтому я решил. Я сам как взял латвийский язык сначала... Так, кстати, а как вот успехи-то? Прошли экзамены? Нормально же все? Нормально прошел. Я сначала сам изучал латвийский язык, чтобы изучать все грамматики и так далее. Потому что, помимо этого, я знаю другие языки. Это мне помогает, что любой язык, чтобы знать, надо сначала грамматика. Я взял грамматику, самостоятельно изучал. А потом уже записал на курс, чтобы проверять, если все, что я знаю, это правильно. Сначала сами изучали, да? Сначала я сам взял книгу, еще самостоятельно грамматики изучал. А потом уже как на курс, чтобы проверять, если все, что я осваивал, да, как правильно и так далее. И три месяца после этого я пошел, сдал, как... Прошел натурализацию один раз. Еще нормально было. Но, конечно, как натурализация, это еще не как сель, да, потому что я хочу разговаривать на латвийском языке. Для этого надо еще изучать, изучать, потому что для натурализации есть материал. Если человек уже есть какое-то знание, да, он может пройти без проблем, если он знает какой-то язык. Основной язык у вас для общения в Латвии какой? В основном я на русском, да, потому что у меня жена русская. И поэтому как русский язык, как я больше владею, чем как латвийский язык, да, но я думаю, что это проблема, время только, да, я думаю, что скоро я тоже буду на латвийском говорить, потому что это мой сель. А может быть, несколько слов для наших радиослушателей, которые не знают, я понимаю, что вы бывали в нашей студии, уже наверняка это рассказываете, но как вы в Латвию попали в принципе? Я как в 98-м, да, как мой страна, как меня посылали, чтобы учиться в Советском Союзе. Я сначала попал в Ростов-на-Дону, там изучал русский язык, а потом по распределению меня посылали в Рыгу. И все это инженеров гражданской авиации, да. То есть вы летчик? Нет, я не летчик, я инженер-программист. Это же не летчиком готовил, инженеров. И поэтому как я приехал здесь, и на конце своей учебы я познакомился со своей женой, и... А пригодились вам знания, полученные в институте, в жизни? Конечно, я работаю по своей специальности, поэтому мои знания пригодятся, и я думаю, что как... Вот на какой-нибудь стадии, когда вы учились, когда вы работали, когда сдавали на гражданство, где-нибудь когда-нибудь чувствовали какое-то, не знаю, ущемление в правах, или когда-нибудь к вам не так относились из-за вашего цвета кожи? Это вопрос всегда будет, и просто зависит от человека, да. Я такой человек, что ты можешь меня обозвать, но пока ты не будешь сказать мое имя, я не буду смотреть тебя, потому что у меня больше... У меня другой цель, да, это не если я буду на кадре, который на улице будет меня обзывать, и так далее говорить, вы знаете, сколько драк у меня было просто на улице? Потому что как... Надо понимать, что у Латвии нету исторических, да, как люди не привыкли видеть других, да. И поэтому я знаю прекрасно это, и я не обращаю внимания на это. Вы рассказывали, что вот как бы довольно тяжело человеку, вот, ваш тип, вот, по Латвии. А с тех пор как-то легче-то стало? Вы знаете, как... Легче, я не могу сказать, но зависит от человека, да. Если ты хочешь видеть, что все, что вокруг тебе плохо, так плохо тебе будет. Но если ты хочешь видеть, что все хорошо, ты стремишься к этому, и все будет так. Ну хорошо, а позитивный настрой, конечно, прекрасно, но ведь есть объективная реальность. Вы говорите, что у вас было такое количество драк, то есть вам, в принципе, не безопасно по улицам ходить? Нет, безопасно, но надо понимать, что нередко, что вы услышали, что как побили какой-то человек в старой Риге, да, либо он турист, либо он, да. Есть это много, но поскольку я живу здесь, я знаю, что, допустим, пьяный я не буду, вы меня никогда не увидите пьяный на улице, да. И если я не пьяный на улице, как можно, если я иду нормально, человек придет, чтобы меня ударили или что-то, я не вижу, что моя безопасность угрожает, да, я это не вижу. Ну вот было интервью с индийскими студентами, которые говорили, что есть районы, в которых они просто боятся ходить, типа там районе автовокзала, там маска. Вот есть такие районы в Риге? Нет, нету такой района, но я знаю, допустим, что когда поздно, да, у меня даже был такой случай, что я приехал поздно, из моей работы требует такой, я приехал поздно, я на машину, я хочу взять какие-то деньги в банкомат. Я остановил машину, вышел из машины, но я видел, что там стоят пять людей, они пьяные. И что мне делать? Я просто развернул свою машину, пошел дальше и взял другой банкомат. Это просто надо понимать, когда ты здесь, и ты знаешь, что в любое время может быть какой-то проблем, надо избегать этой проблемы, потому что если ты хочешь проблемы создавать, да, ты всегда найдешь и всегда это будет. Ну а какая-то дискриминация есть, допустим, на работе, на рынке труда или в госучреждениях? Вы знаете, что в Латвии рынок труда – это в основном по знакомству. Если у тебя нет знакомств, ты не будешь писать заявление здесь, чтобы люди тебе отвечали, да, что вот мы получили твое заявление, но, к сожалению, нет места, да, такой нет, такой культуры нет, да, поэтому в основном, чтобы строиться на работу, надо через знакомство. Можно связи, да? Да, без связи это очень трудно. А человеку с вашей историей легко найти знакомство, связи, вот у вас много друзей и знакомых, в других круг общения? Да, хватает. То есть тут как бы латвийцы, насколько я понимаю, довольно открытые. Да, вы знаете, как разговариваю с людьми, да, люди открыты, потому что я сам открытый, да, если честно, если я вижу, что с вами я не найду контакт, я уйду в сторону, да, я найду другие, потому что вы не единственные, которые будут мои, как беседники. Но, насколько я понимаю из ваших слов, в принципе, никаких особенных проблем в Латвии у чернокожих людей не возникает? Но то, что вы описали, это касается, в принципе, всех. Я сказал, что проблемы есть, потому что я председатель организации, где люди обращают ко мне, чтобы сказать, вот, у меня такой проблем, такой проблем. Ну, надо понимать одну вещь, и даже есть правый человек, есть сайт, где можно жаловать, писать, если проблемы с дискриминацией. Но что происходит реально? Если ты мужчина, допустим, тебе побил на улице, ты придешь, чтобы записать, вот, я на улице, психологически я мужчина, я не могу это рассказать. Ну, понятно. Да, второй раз, это как второй раз напали на меня. Поэтому люди не идут, чтобы делать этот мониторинг. И когда мониторинг нет, люди говорят, о, нет проблем в Латвии. Проблем есть, но надо решать. Но решать, это мы, которые эмигранты, мы должны это решать. Мы должны, те, которые создают закон, сказать, какие трудности у нас есть, чтобы они могли соответствовать этот закону реальности. Подождите, но те трудности, которые вы нам сейчас описали, вот, если вы пойдете пьяным, где-то окажетесь на улице один, то, возможно, неприятности, возможно, неприятности, если вы встретитесь с какой-то пьяной компанией, так все то же самое касается и белых людей, в общем-то, в Латвии. Да, 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 поэтому я говорю, что проблема, которая есть, да, надо просто понимать, что если ты отличаешь от других, надо это отличие взять, чтобы работать на тебе. Они просто, потому что если тебе побили, допустим, я пьяный, темный, пьяный, меня побили, я буду, о, это поскольку я пьяный. Но если белый тоже будет пьяный, и люди, может, тоже напасть на них, поэтому это... О каких специфических проблемах сообщают люди, которые приходят в вашу организацию? Это в основном проблема, как расизм, да, как люди, допустим, за то, что они темные, он из магазина, допустим, напали на него, как побили, и говорят, вот, темный, уходи из Латвии, да. То есть говорят как-то приятно. Да, да, говорят, это непросто, и дальше был суд на этого, да, поэтому, как это проблема, есть, нельзя отрицать, что проблем нет в Латвии. Но единственное, как это видеть, как записать это, это чуть-чуть трудно, потому что когда люди приходят к нам, да, они рассказывают эти проблемы, но идти к кому-то, чтобы рассказать, они в основном не согласны это делать. Когда мы говорим об этих темах, о скинхедах, о каких-то молодежных неонацийских группиров в Латвии, все специалисты в один голос говорят, ну да, что-то когда-то было, сейчас, может быть, где-то есть какие-то единичные случаи, какие-то люди где-то что-то в одиночку, но каких-то таких организованных групп вроде как бы нет. А вы сталкивались с неонацистами, со скинхедами? Как выглядят люди, которым не нравятся эти темнокожие? Вы знаете, как описания такого нету, да, но я вспомню, что в Орегу, как днем, допустим, да, я прохожу, я видел пять молодых людей, да, ну... Короткострижили? Как... Притоговое. Да-да-да-да. И как они видели меня, они, ну, начали какие-то слова и так далее, да, но я не обращаю внимания на это, поэтому я не поддался, да, поэтому они видят, что без реакции, так они тогда продолжают. То есть сначала как-то пытаются словами обидеть, да? Да-да-да-да. Часто вот вы слышите? Вы знаете, как это часто, да, но это не только здесь. Надо понимать, что есть какие-то проблемы, которые можно решать в интеграции, да, есть какие-то проблемы, которые везде, не только в Латвии, а есть в Франции, в Германии. Такие проблемы не надо, мы не можем решать, и это будет еще долго, да. Это за то, что на улице кто-то тебе сказал что-то. Как ты будешь решать эту проблему? Я буду на полиции, надо полиции на кадре, это чтобы смотреть, что меня как-то оскорбили, и тогда нет. Я думаю, это проблема будет всегда. И какой бы ни делай, это просто те, которые приезжают, да, должны быть психологически чуть-чуть, чтобы знать, что они хотят, и... А каким образом можно решить такую проблему? Это... Вы знаете, когда ты не знаешь человека, ты его боишься. Стереотип есть в обществе. Значит, надо работать над стереотипом. Что если я темный, это значит, что я... Как вообще... Я живу в лес, я этот... Надо показать, что мы темные, не потому что мы какой-то дикий или что-то, да. Показать через свою культуру или разговаривать даже с человеком, да. Когда человек чуть-чуть знает, что вот, а, как я думаю о него, он не такой, все меняется. Ты начни разговаривать и так далее. То есть все проблемы от недостатка информации? Да, да, да. Это в основном от недостатка информации. Если человек информирован, что вот человек, который у меня есть, он имеет то, 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 не только богатство какое-то, да, даже культурное, да, как... Если человек знает чуть-чуть о культуре другой, он совсем чуть-чуть начинает открывать. Потому что он знает, что, а, это не дикий, как я думаю, да, он себе... 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, пишите на видеочате на портале Микснин Соловей. В гостях у нас сегодня председатель организации Афролата Лэн Зудеуган. Можете задавать ему свои вопросы. Вы наверняка путешествуете, наверняка бывали в других прибалтийских странах, может быть, в России, Украине и так далее. Если все-таки сравнить отношение к темнокожим, вот, допустим, на постсоветском пространстве и в Европе, есть разница? Есть разница с Россией, особенно в Санкт-Петербурге и Москва, это очень трудно для темнокожим, да, потому что, как у меня друзья, которые меня знают, что там дискриминация очень-очень сильная, да, как есть группировка, которые не хотят вообще, чтобы это, да, но люди как-то находят жизнь, да. Если сравнивать Латвию с западной, да, и там надо понимать, что люди привык, да, первые эмигранты, да, даже есть темные, которые с французов, допустим, да, воевали, да, это значит, что в их культуре уже, да, и даже уже есть. И поэтому нельзя сравнивать, потому что там уже давно-давно они начинают иметь контакт с иностранцами, да, поэтому разница есть, но там тоже свои проблемы. И эти проблемы в основном не с первым поколением эмигрантов, да, но в основном это с их дети. Почему? Потому что первый человек, который приходит к вам, первый, который вы везете как эмигрантов, он благодарен к этой стране. Он в основном не будет что-то плохо делать, но когда у него дети... Или внуки, тем более. Или внук, который родился в этой стране, они учились в этой стране, знают нормальный государственный язык, но они не могут найти работу как местные, тогда все проблемы начинаются. Давайте мы сейчас прервемся на новости рекламы, продолжим буквально через несколько минут, не переключайтесь. На Болткоме разворот. Еще раз добрый день, в эфире по-прежнему разворот, в студии Михаил Губин. Оксана Антоненко. И звукорежиссер Евгений Копеин. Еще раз напомним, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале Микс Ньюс ЛВ. В гостях у нас председатель организации Афролат Ален Зудеуган. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша организация объединяет выходцев из Африки, живущий в Латвии. А вот певица Амината, есть в вашей организации? Да, она не член нашей организации, но я знаю... Мы с ней знакомы. Да, да, да. Я знаю его отец, я знаю, что его отец из Буки-Нафоса, я даже... Он тоже закончил... Тоже, да? Да, да, да. Из Африки-Нафоса, я знаю, что он тоже закончил там и так далее. Но вы были горды, когда он занял такое большое место? Конечно, конечно. Вы знаете, как... Это хороший пример, да, что... Как договорили мигранты и так далее, это не только плохие вещи, да, что, несмотря на то, что тем не так много здесь, да, нашли в общество то, которое представляет Латвия. Для меня это большое, как... Я действительно, как... Мне было очень приятно для этого и так далее. Это хороший пример, что... Насчет интеграции, как эмигранты, это не только плохие вещи, да, но хорошее может случиться и так далее тоже. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый день. Добрый день. Добрый. Вот у меня такое замечание, что... Все... Добрый день. Все это старо, как мир. И вы со мной согласитесь, что чужаков бьют везде. И у вас, и у нас, например, из одной деревни ты пришел на танцы в другую, тебя поколотят сто процентов, особенно если ты заухаживал за девушкой. А у вас там такие драки. Вот поэтому и межконфессиональная, и межродовая, племенная вражда. И надо просто это понимать и проще относиться. И вот вам, Михаил, подтвердит правоту. Наши ребята между собой тоже бьются убойным боем, да. И надо проще это все воспринимать. Ну, не ходите по одному в город. Однозначно, да. Надо к компании ходить поздно, не надо шляться, да. И все будет хорошо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Вопросов нет к нашему гостю. Да, комментарий. На путь связи. Хотите как-то ответить? Нет, мне нет ничего добавить. Я принимаю сведения все это, да. А какую религию в основном исповедуют люди, которые состоят в вашей организации? Мы из разных стран, и разные люди, поэтому разные религии. Разные языки ведь? Языки тоже разные. У кого французский, у кого английский. Да, да, да. Языки разные. Французский, английский, португальский, африканский и так далее. А возникает ли у кого-то проблема именно на религиозной почве? Нет, такой я не слышал. Мы знаем, что иногда возникают сложности, может быть, с тем, чтобы достать еду, которая полагается людям определенных религий. Вот что-то такое. Можете подтвердить нам? Я знаю, что у мусульман, да, они не могут кушать свинину, допустим, да, и поэтому это есть, и человек сам должен знать, что он хочет кушать и где он может это кушать. Если ты мусульман, значит, ты должен идти, где тебе дают такие блюда, а не сказать, что вот, поскольку я здесь, только свинина не надо и так далее, поэтому я считаю, что... То есть, насколько я понимаю, религия тоже не является каким-то очень серьезным барьером на пути к интеграции? Нет. Как и цвет кожи? Нет. Было бы желание? Если желание есть у человека, он может интегрировать везде. Вот на протяжении последнего года, наверное, мы много говорим о беженцах, которых Латвии все-таки надо будет принимать, судя по всему, и, соответственно, возникает вопрос интеграции. Как же мы будем их интегрировать? На ваш взгляд, если в Латвию прибудет семь сотен беженцев, то как должен протекать процесс интеграции, и что могло бы делать государство для того, чтобы его облегчить? Вы знаете, это очень сложный вопрос, да. Я не политик, но это мой мнение как гражданин, да. Я считаю, что эти люди, которые бегают из своей, да, надо просто понимать, что если тебе хорошо, у тебя дома, ты не возьмешь жена и дети, чтобы убегать, да. Но в этот вопрос надо чуть-чуть, чтобы Европа гуманно рассматривает какие дела, да. Потому что из тех, которые бегают, приходят к нам, да, там может быть бывший военный, может быть террорист и так далее. Я понимаю общество, что люди обеспокоены, что люди приезжают и так далее. Но в другую сторону, надо, чтобы Европа была чуть-чуть жесткой в решении этого вопроса. Жесткой это значит, если ты приезжаешь сюда, поскольку у тебя война дома, ты не должен выбирать, куда тебе надо жить. Вы увидите по телевизору, что люди убегают через Венгрию и так далее и говорят о Германии, Франции, Швецию. Швецию, да, потому что там у них друзья, они слушают, что там все хорошо. Но Европа должна сказать, если ты хочешь, чтобы тебе дали возможность жить в Европе, ты не имеешь право выбирать, где ты хочешь жить. Почему? Потому что как? Ты хочешь жить в Европе, да, ты приехал в Европе, ты можешь жить в Германии, в Венгрии или в Словении, но они не оставляют там, они уходят, они выбирают, куда они хотят жить. А как решать эту проблему? Нужно, на ваш взгляд, все-таки поддерживать вот эту систему квот, когда какой-то центрально распределяется, вот какая страна сколько примет, и как там жеребьевкой, что ли, распределяют это среди беженцев, или как делать? Пока жеребьев в этой стране, получаешь пособие, уехал, все, прекратил. Вы знаете, надо, что, первая вещь, надо, чтобы была одна и та же политика для всей Европы. Почему люди выбирают во Францию, в Германию и так далее, потому что там условия лучше, да, чтобы жить и так далее. Но если одна и та же политика для всех стран Европы, я думаю, что люди бы не убегали и так далее. Да, но ведь уровень благосостояния разный, к примеру, в Швеции и в Латвии. Да. Естественно, и политика разная по отношению к беженцам. Да, поэтому на счет этого беженца надо одинаковую политику создавать. Либо это сразу там проверяют люди, как много политиков, да, что перед тем, приехать сюда, они должны уже проверять их, что вот мы тебе послали на такой стране. Хочешь – иди, не хочешь – сиди там. Но если просто сейчас будет какие-то страны, которые… Или люди приезжают в Латвию, допустим. Ну, никто не будет в Латвии, они получат документы в Латвию, но дальше они… Никто не будет здесь. Если вы смотрите статистику, да, те, которые получают эти документы здесь, они не здесь не сидят. Они идут в другие страны, чтобы работать. И поэтому те, которые придут тоже, да, я не уверен, что кто-то будет сидеть здесь, они получат эти документы и пойдут дальше. Но надо, чтобы Европа делала единая политика, чтобы… Если человек получит даже бумагу, фу, первая вещь – это чтобы… Их не дали возможность выбирать страны, которые они хотят. Вторая вещь – ты получишь бумагу в какой-то стране, ты пойдешь в другой стране, ты потеряешь все права, тебя можно депортировать. У нас также очень много споров о том, насколько беженцы захотят интегрироваться в местное общество, насколько они захотят учить язык, насколько они захотят стать своими, или все-таки будут создавать какие-то отдельные такие анклавы, где люди говорят на своем языке, живут своей жизнью, своей культурой и так далее, и так далее. Как считаете, от чего это зависит? И что Латвия может сделать для того, чтобы как-то поспособствовать возникновению желания интегрироваться? Я считал в прессе, что президент создал комиссию, которая должна как стратегия интегрировать эти беженцы. Я думаю, что это хорошая вещь, и эта комиссия должна чуть-чуть тоже работать с тем, кто прошел этот процесс. Ну вот вы, к примеру, этот процесс прошли. Расскажите, что делать для того, чтобы эти люди захотели интегрироваться? Это, вы знаете, у КАДИ свой подход, да, и сказать, что вот есть один ресепт для всех, это будет ошибочно, потому что те, которые приезжают, есть разный уровень, интеллектуальный уровень, да, и ты не можешь, человек, который не закончит два класса, поставить те, которые получили университетские образования. Если ты поставишь их в меня, чтобы изучать язык, как один из них не будет, да, поэтому надо понимать, какой уровень человек есть, что значит желание его, потому что если он приехал, чтобы ждать, чтобы война закончилась, и обратно, он не будет это изучать. Поэтому должен быть индивидуальный подход, но этот подход надо учитывать, потому что есть много здесь, которые уже граждане, и так далее, которые прошел этот процесс, но хотя бы, ну, это комиссия или что-то, я не знаю, да, или как руководство, которое будет завидовать, да, они должны чуть-чуть учитывать этот, или слушать эти организации, чтобы, как... То есть даже мы можем к вам обратиться за консультацией, вашей организации? Пожалуйста, если я знаю что-то, я могу сказать, и мне это не жалко, и так далее, я могу это сказать. Еще звонок примем. Добрый день. Попробуйте еще раз. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Говорите, вы в эфире. Добрый день. Ну, в Европе сейчас многое меняется, вот мы сейчас заговорили о беженцах, но, скорее всего, что-то изменится и в Латвии. Пока что будет в Латвии, непонятно. Вот, но на усмотрение вашего гостя, какой вариант для него был бы предпочтительнее? Чтобы все осталось примерно так, как сейчас, то есть в основном здесь все белые, чтобы здесь было больше людей цвета кожи его, или, как, скорее всего, будет, что здесь будут арабы. Вот, что бы он выбрал, если бы это зависело от него? Спасибо. Все люди для меня, как, может жить, и в Латвии, и арабы, темные и так далее, для меня, как, вопрос не состоит, да? Я гражданин, если приезжают люди, которые у себя дома плохо, и страна принимают, я могу с ним общаться, я могу... Мне не трудно, я не вижу никакой трудности в этой. Да, единственная вещь, которая нужна, это спецслужба должна работать, чтобы безопасно быть для всех. Почему? Потому что они из стран, где есть война. И мы не знаем, если это... Те, которые приезжают, они из этого государства... Ну, они из Сирии, из Ирака, да? Да. Они в основном воевали, да? Надо знать, если он приезжает сюда, чтобы что-то плохого делать, поэтому эта спецслужба должна фильтрировать, кто может и кто нельзя. А насколько легко, на ваш взгляд, человеку в подобной ситуации отказаться от своего уклада жизни, от своей культуры? Мы знаем, что, в той же Сирии, несколько иное отношение, скажем так, мягко говоря, к женщинам, нежели, к примеру, в Европе. Вот насколько быстро смогут эти люди перестроиться, на ваш взгляд? Вы знаете, как... Если ты приходишь к дому, к кому-то, ты не будешь устроить твои правила, да? Это правила, где ты приходишь. В моей стране есть какие-то обиды, но если я приду, допустим, к вам здесь, да, в какой-то национальной одежде, потому что, как у меня принято, да, я думаю, что это неправильно. И поэтому, как в процесс интеграции, да, надо, и психолог должен быть там, да, и все люди, которые поможешь этому, потому что я знаю, что у них обиды. У меня нет такой, да, я католик по этому, да, поэтому у меня проблем нету насчет религиозного или что-то, да, у меня нету. Но если у них какие-то проблемы, я думаю, что как в государстве есть много специалистов, которые помогут для интеграции. Это может быть психолог, чтобы объяснить им, что вот все, что ты делаешь у тебя там, это неправильно. Здесь надо, если ты хочешь жить, да, надо это делать. И я думаю, что как в департаменте иммиграции, да, как есть специалист, который знает, что надо, что делать. Они как раз объявили вакансии, три места на работу с беженцами, на интервью, и они их и прочее. Хорошо, но если говорить о тех фобиях, которые существуют, в том числе в латвийском обществе, ну хорошо, объясним мы этим людям, что так не принято, но насколько они захотят отказаться от того, как принято у них дома? Насколько они готовы отказаться? Да, от своих обычаев. Я думаю, что это в самой жизни их заставит отказаться. Подождите, но ведь все знаем, что, к примеру, в том же Берлине есть кварталы, где живут люди несколько иного цвета кожи, в других европейских городах. Я сразу вас хочу сказать, что нельзя смотреть программы интеграции, которые есть во Франции и в Германии. Это большие страны, и там они допускали какие-то ошибки. Потому что нельзя сказать, что вот создавать свой район, и этот район нельзя проверять и так далее. Не надо, чтобы в Латвии такое допускали, чтобы такое не допускать. Чтобы было гетто. Да, да, да. А что могут сделать местные власти, чтобы таких гетто не появлялось? Я вот, к примеру, представляю себе, как это будет выглядеть на практике. Ну приедут эти люди сотнями, они говорят на своем языке, и они все друг друга понимают. При этом, возможно, большая часть из них не говорит ни на английском, ни на русском, ни на латышском соответственно. Естественно, они будут пытаться держаться вместе, естественно, они будут пытаться селиться где-то рядом. То есть эти гетто будут образовываться как-то сами собой. Вот что делать, чтобы этого не допустить, если это настолько вредно? Вы знаете, я думаю, не надо сказать, что вот эти люди, они не могут жить, потому что это, чтобы человек делал это гетто, да, это есть какое-то невосприятие в общество. Если они увидят, что в общество, допустим, да, что они не могут ничего делать, они себе закрывают, и когда закрывают, они создают гетто. Надо, чтобы в общество, чтобы им объясняли, да, как я уже сказал, специалист будет и психолог, и я не знаю, какие еще специалисты надо для этого, да, чтобы им объяснять, что да, ты получил этот, но есть какие-то правила, которые ты должен соблюдать. Если у тебя будет то, 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 ты можешь потерять этот статус, который у тебя есть. То есть, хотите сказать, что, к примеру, в Германии этого не объяснили? Я не знаю, я чуть-чуть побольше знаю, я французский говорящий, я чуть-чуть во Франции, да, во Франции проблемы чуть-чуть иные, да, как первая война эмигрантов, да, никакой проблемы не было. Люди интегрировали в общество и так далее. И как я уже сказал, их дети, когда они родились, они французы, родили во Франции, получили образование и потом они не могут найти работу. Если не могут найти работу, начиная как обид какой-то, обид на это общество, которое их воспитало и так далее. И из-за этого как эти проблемы, которые есть. Германии, я не могу точно сказать, потому что я не знаю хорошо. Мы, наверное, можем взять любую европейскую страну в качестве примеров, но так или иначе, наверное, практически в каждой существуют какие-то коммуны, что ли, или гетто, как вы говорите. Вот какие-нибудь идеи, может быть, у вас есть для местных властей, для того, чтобы этого все-таки не происходило. Хорошо бы у психологов, которые будут работать, естественно, с беженцами, но помимо этого. Первая проблема, это если человек хочет арендовать, квартира или что-то, в основном смотрит, а, он беженец, или его лицо мне не нравится, он не может. Если у него есть даже деньги, как ты ему не даешь, потому что его лицо тебе не нравится, да, они начинают это гетто делать. Поэтому первая проблема, это в общество, уже надо что-то делать. Объясняю, что они не дикие, что они могут тоже жить в общество, если у них есть все это возможно, это значит, платить за квартиры и так далее, значит, они не будут создавать. Если только человек хочет арендовать, скажет, о, я не могу, потому что у него как борода большая, он может быть террорист, он может быть рядом с нами и так далее, такой проблем будет. Давайте еще звонок премьем. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, мне кажется, вы напрягли вашего гостя. Это все, что он нам может сказать, он нам может сказать, ну, это в таких индивидуальных, в разовых таких вариантах, понимаете, у нас идет совсем о другом. Он может помочь, там, один-два человека приехали. У нас идет, понимаете, беженцы. И никто, ни правительство, никто даже не может осознать этого, они этого не понимают. Какие-то консультации, какие-то, кто знает их язык, учить латышский язык, кто знает их язык, кто им будет переводить, какие они могут идти в школы, понимаете, это полный абсурд. Вы думаете, они тут будут работать? Они не будут тут работать. Язык они учить? Не будут. И ваш гость на этот ответ не может дать. Он приехал, вот он приехал сам, и он себя сам сделал. А это приедет масса, о которой, ни о культуре, ни о их укладе жизни, никто не знает. Мы их будем учить латышскому языку, кто их будет учить? Спасибо большое. Но только от тебя хотелось бы добавить, что если уж кто-то может говорить о проблемах интеграции на личном уровне, то вот я думаю, что наш гость это один из тех людей. Как можете прокомментировать? В университете у нас есть отделение арабского языка. Я хочу сказать, что на чате язык есть здесь в Латвии люди, которые из Сирии тоже, есть общество арабское, которое понимает их язык и так далее. Депутат Сеймон уже есть. И поэтому я думаю, что это проблема, чтобы решать, да, как руководство, они должны чуть-чуть работать с этой организацией, да, чтобы взять люди, которые знают их язык, чтобы хотя бы первый момент с ним работать. И начать, да, как я уже сказал, это индивидуально, я полностью согласен, что эти проблемы должны быть индивидуальные. Не за подход, а для всех, которые придут. Потому что это разные люди и разные подходы должны быть. Есть там инженеры, которые получат высшее образование, есть люди, которые, ну, может быть, просто дома сидят. И поэтому подходы должны быть разные. Давайте еще один звонок примем. Очень коротко. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос с гостью. Хотелось бы узнать, а негров называть неграми, это политкорректно или нет? Если нет, то почему? Спасибо. Вы знаете, для меня негр, это слово негритид. Поэтому для меня это не обидно. Это свет моей кожи, я гожу этот. Поэтому, если кто-то меня негр или что-то, мне это не обидно. Ну, а другим представителям вашей расы, которые в Латвии живут, то есть, нормально сказать негр? Вы знаете, здесь, слушайте, нельзя сказать, что это есть подход для всех. Делие мне, скажи мне, это меня, это человек обращает к свету моей кожи. Поэтому я начать этого как... Но у других могут быть проблемы, так что лучше не надо, наверное. Некоторые даже странно говорят, что это не политкорректно или что-то. Поэтому я деля мне, можно мне как... Ну что ж, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас был председатель организации Афролат Алензу Деуган. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. А в студии работали Михаил Губин, Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копеин. Всего доброго и до свидания.